Сегодняшняя тема, которую мы с вами будем изучать, о которой мы будем размышлять, касается цены нашей жизни. В последнее время эта тема, по-моему, очень актуальна. Многие сегодня говорят, о, как жизнь подорожала. Слышали такое выражение? Может быть, здесь у нас оно не так ощутимо, как Оксана сказала в прошлую пятницу, здесь можно жить и без денег. А вот люди вокруг нас ощущают очень остро и подорожание, и вообще цену жизни. Вы знаете, вопрос цены, он очень важен, если учитывать, что касается этот вопрос нашей с вами вечной жизни. И мы будем именно об этом размышлять, сколько же стоит наша вечная жизнь. Но когда говорить вообще вот таким нашим, ну, можно сказать, обывательским языком, сколько же стоит наша жизнь, то здесь, в этом мире, очень много условностей. я как-то размышляла, сколько же действительно, ну, вот всё стоит здесь на земле. И, естественно, хочется начать с самого начала. Ведь всё сотворил Бог, правда? Он сотворил нашу землю удивительнейшим образом, богатейшую, красивейшую. Мы сегодня даже не можем себе представить, какой была совершенная жизнь на земле до грехопадения. Правда? Практически для нас это невозможно сегодня. Но когда мы смотрим на красоту природы, мы восхищаемся этим, правда? Вот. Но Бог вложил сюда, я не знаю, миллиарды, миллиарды, триллиарды, я не знаю, как это можно назвать, всяких атомов, молекул. Всё это удивительным образом гармонично сочетается. Одно является растением, другое — животными. И, естественно, среди всего этого есть человек. И в самом начале, когда Бог вот в течение шести дней сотворивший всё это, любовался и говорил весьма хорошо, мы можем согласиться, что это действительно было весьма и весьма прекрасным творением. Человек, венец творения, природа удивительнейшим образом, сочетавший в себе краски, запахи, красоту, гармонию и всё остальное. И всё это было сотворено для того, чтобы вот этот человек, венец творения, чувствовал себя комфортно, чувствовал себя всегда радостно, имел благословение и наслаждался этим всем всю вечность. Но мы знаем, что грех вошёл в нашу жизнь, в жизнь человечества, вошёл вот в эту планету, Земля, в Торгсе. И только по одной единственной причине. Человек решил не слушаться Бога. В какой-то момент перестал доверять своему Творцу. И это обернулось страшной трагедией. То, что мы сегодня теряем родных и близких, то, что мы сегодня болеем, то, что сегодня идут войны на этой земле, то, что страшные эпидемии косят миллионы жизней людей, то, что есть такие заболевания, которые даже, ну, вначале человек даже не мог предположить, что такое может быть когда-то. Но это сегодня наша действительность. И мы с ней сегодня смиряемся. Мы живём в этой действительности. Она наполняет нашу жизнь. И мы знаем, что мы рано или поздно уйдём из этой жизни. Господь сделал всё возможное, чтобы человек был счастлив. Он прекрасным сотворил его. Он дал ему жизнь. Он обеспечил ему безопасность. Он предупредил человека о возможной опасности. Но когда всё-таки произошла эта трагедия, Бог исполнил то, что Он предупреждал. Если ты вкусишь от дерева познание добра и зла, смертью умрёшь. И мы знаем изгнание из рая. Мы знаем херувимы и огненный меч. Мы знаем трагедию Адама и Евы. Мы знаем то, что происходит сегодня уже с нами. Это проблема, которая является следствием вот того единственного непослушания, которое совершили Адам и Ева в Эдемском саду. Но Бог предусмотрел наше спасение. Я говорю то, что знает каждый христианин. Я говорю то, что каждый из нас хорошо знает. Много раз слышал. И наш Спаситель, который пришёл в наш мир, чтобы спасти человечество, заплатил за нас своей жизнью. Итак, Бог однажды дал человеку прекрасную жизнь. И Бог второй раз дарит человеку жизнь. Возможность жить вечно. И всё это тоже чего-то стоит. Чего это стоит? Давайте мы сегодня с вами и поразмышляем. Что стоило Богу дать нам жизнь снова? Сатана не хочет, чтобы мы знали ответ на этот вопрос. Что стоило Богу дать человеку второй шанс? Дать жизнь вечную снова? Он не против, если мы с вами будем ходить каждую субботу в церковь. Он не против, если мы с вами будем петь псалмы даже самым прекрасным образом. Он не против, если мы будем много говорить о Христе. Пожалуйста. Но это только до того момента, пока мы по-настоящему начинаем задумываться, а что стоит моё спасение? Почему? Потому что наше спасение, оно исходит из сердца Бога. Оно исходит из любви Божьей. Бог есть любовь. И Бог отдал нам свою жизнь для того, чтобы мы были живы. Для того, чтобы мы имели снова вечную жизнь. Когда мы поймём ответ на этот вопрос, и когда мы примем этот ответ, многие вопросы у нас решатся сами собой. Мы перестанем искать где-то заработок дополнительный. Мы перестанем суетиться в этой жизни. Мы перестанем обижаться. Мы перестанем многие вещи делать, которые для нас привычны. Потому что мы поймём, какая цена заплачена за меня лично Богом. Сатана, я ещё раз повторяю, делает всё, чтобы мы не узнали ответ на этот вопрос. Он не хочет, чтобы мы знали, что произошло на кресте. А почему? Потому что каждая душа, которая по-настоящему оценивает эту цену, она перестаёт грешить. Странный ответ, да? Но это так. Поэтому дьявол придумал очень много разных уловок, разных теорий, разных философий, чтобы наполнить ну вот здесь, на этой земле, весь этот эфир, всё, что может говорить, всё, что можно прочитать, то, что можно прочувствовать, вот этим обманом. И люди, соприкасаясь с этим обманом, они верят этому. Они верят ему. Мы с вами соприкасаемся с этим миром, который создал сатана. И этот мир забирает нас от Бога. Он забирает наши души от Бога. Он забирает наше внимание от Бога. Он забирает нашу любовь от Бога. Он забирает всё у нас. Но кто-то может сказать, может быть, большинство даже может сказать, а что, я же всё понимаю, я знаю, как Бог меня спасает. Друзья, знать теорию, это ещё не значит оценить сердцем её. Одна из таких очень удобных теорий, которую сатана сумел бросить людям и развить, и утвердить людей в этой лжи, это ложь о бессмертии души. Мы уже затрагивали недавно эту тему. И я хочу снова сегодня говорить об этом. Потому что мы большей частью, мы как-то так, ну, контактируя друг с другом, мы больше, знаете, поступаем как гуманисты. Вот лишь бы человек был хороший. Правда? И тогда у нас всё нормально. Но над всем этим, хороший человек или плохой, есть нечто большее. есть отношение к Богу. Нас окружают разные люди, и хорошие, и плохие, и добрые, и злые, умные, не очень, грешные, более-менее грешные, разные люди. И мы реагируем, соответственно, на каждого человека по-разному. Но сегодня даже речь идёт не об отношениях наших с вами, а о нашем отношении к Богу, к оценке Божьих действий нашей жизни. Бог создал человека не просто красивым, не просто прекрасным даже, но он его создал с потребностью жить вечно. Почему мы боимся умирать? Почему у нас есть этот страх? Почему мы боимся проблем? Почему мы боимся болезней, войны и всего остального? Всего того, что угрожает нам? Потому что есть угроза нашей жизни. Понимаете? А что это значит угроза нашей жизни? А это значит я хочу жить. Я не хочу умирать. Молодые люди, может быть, не так задумываются над этим, как люди старшего поколения. Но сегодня очень много молодых людей умирает и погибает. И это печально. И так у человека есть вот эта внутренняя потребность жить. Ему не хочется умирать. Ему не хочется болеть. Ему хочется быть полноценной личностью. И сатана, зная это, подсовывает ему вот эту теорию о бессмертии души. Как вы думаете, вот для человека, у которого есть вот этот страх, есть переживания, удобна такая теория? Я все равно не умру. Ну, я не говорю там уже, как это, реинкарнация, переселение душ и так дальше. это вообще что-то из области фантастики. Но о бессмертии души это очень даже удобная теория. Миллионы, миллионы христиан верят в то, что человек не умирает. А просто делятся. Одни идут в ад, те, которые заслужили наказание за свою жизнь, а другие идут куда? В рай. И уже все распределено. Во всем мире это учение очень популярно. Во всем мире. И очень многие церкви, даже если у них есть другие доктринальные различия, в этом вопросе большинство из них сходятся. но это не библейское учение. Это языческое учение. Вавилон, Греция, Рим все верили в это учение. И оно всех устраивало. Но Бог знал, что это учение сделает человечество. и он открывает истину о состоянии умерших. Кому он открыл это? Как вы думаете? Кому? Да, сначала Бог открыл это своему народу, когда уже богопознание было такое слабенькое на земле. Он открыл это своему народу. И израильтяне знали, что будет после смерти. Мы буквально на днях изучали тему о Енохе и зачитывали там место одной из книг патриархи пророки вопрос, который волновал этого человека, патриарха, искреннейшего человека. А что будет после смерти? Когда жил Енох еще люди не умирали так, как сейчас умирает. Умер тогда был убит Авель. Это была первая смерть во вселенной. А все остальные жили по 800, 900, 700 лет. И Еноха волновал вопрос о состоянии умерших. А что потом? А почему этот вопрос его волновал? А имеет ли смысл жить праведной жизнью? Израиль, который знал истину, это уже позже намного было, который знал истину в состоянии умерших, он знал о суде, он знал пророчества Еноха. Иуды 14-15 текст. Потому что он пророчествовал о суде. И этот народ, зная это пророчество, зная о состоянии умерших, тем не менее, как они говорили, а что толку, что мы ходим в печальной одежде, а что толку, что мы стараемся жить праведной жизнью, вон нечестивые, что хотят, то и делают. И живут припеваючи, а мы страдаем. Но Малахий 3-я глава, как сказано, Бог говорит, но придет день, который ясо делаю, и я разделю тех, кто служит мне, и те, которые не служат мне, и все увидят эту разницу. Бог говорит, что будет суд, будет такой день, когда он разделит пшеницу и плевелы, козлов и овец, все будут разделены. Это значит, что есть смысл жить настоящей праведной жизнью. Но истина о суде, она имеет смысл тогда, когда люди имеют уверенность в том, что будет жизнь вечная. Правда? А иначе какой смысл пережить суд и все равно умереть? Для грешников это так и будет. Но у них есть шанс. И наша задача сегодня рассказывать истину о суде и в том числе о состоянии умерших. Но к чему я все это веду? Это учение чем опасно, что человек не умирает. Все спасение, перечеркивается. Все спасение перечеркивается. Вот это учение о загробной жизни, о вечном аде, ну и рае, оно лишает силы жертву Христа. А тогда во что же люди верят? Ведь многие же говорят, ну Христос наш Спаситель. И в то же время они верят, что душа не умирает. Давайте мы разберемся в этом вопросе. люди, люди, которые верят в эту ложную доктрину, по сути, не понимают, что произошло на кресте. если смерти нет, то значит, должно быть какое-то другое наказание за грех. Правда? Ну, это логично. Правда? Что может быть наказанием за грех? А если смерти нет, то как грех наказывается? Вечные муки, но Бог сказал как? Возмездие за грех смерть. Апостол Павел конкретно в Римлянам 6 глава 23 тексте констатировал этот факт. Возмездие за грех смерть. Вы знаете, если вырывается из контекста или вообще из истины хоть какая-то часть ее, то обязательно следует следующая ложь. для того, чтобы вот как-то хоть как-то объяснить вот эту ложь, сатана подкидывает людям следующую косточку. А это ложь о вечных муках в аде или в аду. О вечных муках. А теперь давайте мы все это сопоставим вместе. Ну так, следуя вот этой, я бы сказала в кавычках, логике. Есть ли возмездие за грех смерти? Христос умер на кресте или нет? А за что он умер? А если верить вот этой ложной доктрине, он умер или не умер? Он умер? ад, да? Вечные муки. Значит, Христос должен мучиться в этих адских муках сейчас. Ну, смерти же нет как таковой. Вы понимаете, о чем идет речь? Просто, мне кажется, люди вообще не думают вот дальше того, что вот так вот оно и все. А дальше я уже не знаю. Ну, кто-то, может быть, умный, тот понимает, а я не понимаю. Вот я так верю. Но нам нужно быть разумными, благоразумными для того, чтобы утвердиться в истине. Что же на самом деле произошло на кресте? Итак, римлянам, 6 глава, 23 текст. Возмездие за грех смерть. Мы знаем, что Библия говорит о двух смертях, да? Первая смерть — это сон, та смерть, которой умирают все люди на земле. И вторая смерть — это вечная смерть, это небытие, это вечное разделение с жизнью. Это вечное разделение с жизнедателем, вечное разделение с Богом. Какой смертью умер Христос? Христос умер второй смертью. Иван Леот Иоанна 19 главе давайте мы будем исследовать эту главу. Мы прочитаем вот как бы расшифровку всех этих вопросов, которые мы сегодня поставили перед собой. в 19 главе Иван Леот Иоанна повествуется об аресте и казни Иисуса Христа. Иисуса привели Пилату. Мы не читаем 18 главу, мы начинаем с 19 главы. В первом тексте мы читаем «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». За что он велел бить Иисуса? Мы знаем, в Иисусе не было никакой вины. Пилат велел бить Иисуса. Это что, пытка была? За что его били? Чтобы удовлетворить толпу. Да? Еще? Виталик, ты говорил. Чтобы наказать и отпустить, хотя бы удовлетворить, хотя бы частично вот эту жаждущую мести, жаждущую крови, наказание, озверевшую толпу. А теперь смотрите. Воины, римские воины, которые были во дворе, в окружении этого, не знаю, дворца этого, притории. «И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитам. Что делают воины? Почему они так издеваются над ним? Что он им лично сделал? Ничего. Но почему они так ведут себя? Куражатся? Да, совершенно верно. Дьявол ожидал вот это предвкушение победы. Вы знаете, война это страшно, конечно. Люди, которые, знаете, вот у них, я не знаю, может быть, в генах, в гормонах что-то такое, знаете, дрочливое есть. Вот они любят вот такое вот что-то, издевательство, где-то силу свою показать. Вот это грех. Вот это то, что делает из человека ничтожество. Вот даже если посмотреть, ну, такую, знаете, картинку, давайте себе представим. Иисус, который был абсолютно спокоен, невинный, благородной внешности, никому из них ничего плохого не сделавший, стоит молча, одевает ему вот этот колючий венец, начинают бить его, плевать ему в лицо. Алпабис ноется. Пилат разрешил так, бросил кость, берите его. Четвертый текст. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Вы хотели, чтобы я над ним поиздевался? Мы поиздевались, чисто по-человечески. Кому-то это доставило удовольствие, но в нем нет никакой вины. Берите его. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, Се человек. Другими словами, посмотрите на него. В нем нет никакой вины. Он лучше вас. Но вы хотели, я сделал. Вот такой характер у него был. Когда же увидели его первосвященники и служители, это уже другая категория людей, то закричали распни, распни его. Им недостаточно было вот этого публичного куража этого. Им недостаточно было издевательств над Иисусом. Им недостаточно было его унижения. А что им он сделал плохого? Кому лично из этих первосвященников и служителей Иисус сделал плохо? За что они хотели его смерти? Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Они кричат, распни его. А он говорит, возьмите вы, распните. Вы же этого хотите. Вам нужна эта казнь, а я вижу в нем благородного человека. Что-то ужасное происходило в те моменты. Если мы с вами прочитаем несколько текстов, как ведут себя римские воины, мы увидим хладнокровие, мы увидим, знаете, такую жестокость, мы увидим безжалостность. и я бы сказала еще одно. Непонимание, что они делают. Непонимание, что они делали. Давайте прочитаем несколько текстов. 23 текст. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Они распяли его, гвоздями прибили ко кресту, повесили его. И рядом сидят, делят его одежду. Понимаете? Для них это все так обыденно. Давайте прочитаем еще один текст. 28 текст. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, зазбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины напоив уксусом губку и наложив на и соп поднесли к устам его. Привычно, обезболивающе дает. Уксус, вот нам, попей его и легче тебе станет. Где-то у кого-то было сочувствие, так? Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. И дальше, 32-й текст. «Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Пришли, перебили голени, чтобы эти люди скончались. Но Иисус уже был мертвым на кресте. Тогда один берет копье и пронзает ему сердце, ну, ребра. Из перикарда перетекла кровь и вода. Это было свидетельство того, что смерть уже наступила. Как ведут себя римские воины? Как любой человек, живущий здесь на земле, язычник, не понимающий, кто висит на кресте. Но давайте мы вернемся первосвященникам и служителям, которые кричали «Распни его!» Которые требовали этой казни. Они не распинали. Они чистыми были от этого распятия, казалось бы. Они не прикасались ко кресту. Они не прикасались к гвоздям и к молотку. это делали римляне. Но мы знаем, что именно они были виновны в смерти Иисуса. Именно их использовал сатана, чтобы совершить эту ужасную казнь. все люди, которые окружали крест, видели этих троих распятых людей, видели Иисуса и двух разбойников. Они делились на две группы. Это были те, которые не понимали, что происходит, и были те, которые очень хорошо понимали, что происходит на кресте. Римские воины не понимали. Они делали свое черное дело, они были исполнителями, безжалостными исполнителями, они совершали эту казнь. Но были те, кто понимал, что происходит на кресте. Распятие это ужасное спятие. Чтобы понять это все, чтобы понять сам крест, нужно посмотреть на него так, как смотрели именно вот эти люди, которые понимали, почему эта казнь происходит, а не какая-то другая. Когда Пилат отказался распинать Иисуса первый раз, они кричали «Распни! Распни его!» Он говорит «Возьмите и вы распните его!» И седьмой текст иудеи отвечали Пилату «Мы имеем закон и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». «Потому что сделал себя сыном Божьим». Скажите, а вы считаете себя сыновьями и дочерями Божьими? В чем тут преступление? В чем тут преступление? Восьмой текст. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Потом он спрашивает Иисуса «Откуда ты? Кто ты?» Но Иисус ему не отвечал. Он бы все равно не понял. Иудеи говорят, говорили, мы имеем закон, по которому он должен умереть. что же это за закон? Это закон о проклятии. Закон о проклятии. В книге Левит 24 главе 16 тексте мы можем прочитать следующее. 24 глава 16 текст. «И хулитель имени Господни должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господни, предан будет смерти». Обвиняли иудеи Иисуса в богохульстве? Да, обвиняли. можете вспомнить момент, когда они обвиняли его в богохульстве? «Пощение перед Богом». А? «Пощение перед Богом» и «Славным». Да. Давайте мы прочитаем Иван Леотиана 8 главу. В 8 главе там есть один такой эпизод. Помните, когда Иисус после того, когда женщину Он отпустил, которую взяли прелюбодеяние. Позже немножко Он встретился с целой группой этих же самых первосвященников и служителей и имел с ними очень серьезную беседу. Я не буду перечитывать всю главу, потому что время у нас коротко очень. Но в этом разговоре Иисус сказал следующее в 58 тексте. Давайте чуть раньше прочитаем. 56 текст. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама, Иисус сказал им, истина, истину говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Что значит я есть? Я Бог. Я Яхва. Спасибо. Я есть Бог. И вот тогда вот этот закон Левит 24 16 должен был приведен быть в исполнение этими людьми, которые имели с ним беседу. Читаем следующий 59. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Они хотели его убить. Вот тогда. Как вы думаете, кто он для них тогда был? Вот в том разговоре. как они его тогда понимали? Как они его воспринимали тогда? Как? Как балхульника, как обычного человека, да? Как самозванца, как тот, кто берет на себя роль Бога. Ох, какое было негодование! Они хотели его побить камнями. А давайте мы в 10 главе прочитаем. 10 глава, 30 тексте Иисус говорит, «Я и Отец одно». 31 текст. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Вторая ситуация подобная, так? Вторая ситуация. это подтверждает, что Иисус есть Бог. Это подтверждает Его божественность. Но вот в 19 главе иудеи настаивали на другой казни. Их было много тогда. И если бы каждый бросил бы по одному камню, они бы его забили там. Но никто из них, ни один человек, не взял камень. Они не хотели тогда бить его камнями. Они кричали о распятии. Потому что был еще один закон. Закон о распятии. Второзаконие 21 глава, 22 и 23 тексты. Второзаконие 21 глава. 22 и 23 текст. Если в ком найдется преступление достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в дел. Это самая страшная казнь. Это значит, Бог отворачивается от этого человека. Если бы Иисуса побили камнями, Он умер бы, как обычный человек. Но что значит умер бы, как обычный человек? Он умер бы первой смертью. Это был бы сон. Библия так называет. И когда было бы, допустим, воскресение мертвых, вот тогда Иисус воскрес бы вместе со всеми, кто будет воскрешен. Это я такую картинку себе рисую. Но Иисус был подвергнут согласно вот этому второму закону смертной казни. Это смерть с проклятием. Если бы Его побили камнями, Бог не отворачивается от такого человека еще. Это просто человеческая месть, это просто человеческое наказание, это такой суд, который по сути без проклятия. Настаивая на распятии, иудеи не хотели другой казни для Иисуса. Они не хотели более мягкой смерти для Него. Они хотели именно проклятия для Него. И Он был распят. И Он был казнен именно распятием. Что значит распятие? Это значит полностью проклят Богом. в послании галатам апостол Павел написал следующие слова. Третья глава, тринадцатый текст. Христос искупил нас от проклятия закона. Какого закона? Закона смерти, закона греха, сделавшись за нас проклятием. Там на кресте Христос взял на Себя грехи всего человечества и понес наказание за все человечество. грех, который Он взял на Себя, был приговорен. Там произошло наше искупление. Там произошло возвращение нам вечной жизни. Любой грех, кроме сознательного отвержения Бога, он там пригвожден ко Кресту. Там грех уничтожен. Там грех приговорен. Любой человек, который хочет быть свободным от греха, должен понимать, что там заплачена за него цена, выкуп. Вот там каждый из нас выкуплен из рабства греха. Потому что за нас заплачена невероятная цена, невероятно большая цена, которая стоила жизни Иисусу Христу, жизни Бога. как вы думаете, что переживал Иисус накануне распятия и в момент распятия. Иисус знал пророчества. Да, Он знал о воскресении. Но в тот момент Он переживал полное разделение с Отцом, полное состояние проклятия. Это то, что будет чувствовать каждый грешник, который отверг спасение. мне бы не хотелось, чтобы кто-то из нас, либо знакомые, либо родные и близкие могли испытать то, что испытывал Иисус тогда на кресте. Это вторая смерть. Это полное отвержение, это полная безнадежность, это полное отвержение Бога. Это проклятие. Иисус это пережил. Я не пытаюсь вызвать у вас эмоции, друзья, в отношении оценки. Я насколько я могу, мой язык, мое желание, мое понимание вызвать вот это состояние анализа, состояние оценки. я Иисус. Что Он сделал для меня? Что Ему стоило меня спасти лично? Именно этого дьявол не хочет, чтобы никто из нас не знал. Он не хочет, чтобы мы даже задумывались над этим. Кто-то легкомысленно верит, да, мы все равно не умираем, да, все равно Бог как-то нас простит, да, все равно Он нас любит. Нет, друзья, слишком велика цена нашего спасения, чтобы так легко, пренебрежительно мы могли бросаться своей жизнью. Представьте себе, сколько стоило Богу, чтобы обратить наше сердце сначала к себе, чтобы мы хоть чуть-чуть начали задумываться о Нем, чтобы мы начали доверять Ему, я не говорю уже о том, чтобы мы оценили спасение. Слишком велика цена нашего спасения, слишком велика цена. И Бог никогда не будет поругаем. Он никогда не даст вот этой святыне легкомысленным людям, чтобы мы могли пренебречь этим бесценным даром. В 53-й главе книги пророка Исаии сказано, что Он понес наши грехи и ранами Его мы исцелились. Я думаю, что каждому из нас будет интересно расспросить у Иисуса, когда мы встретимся с Ним, что Он переживал на кресте. у нас не должно быть равнодушие к этому вопросу, друзья. У нас не должно быть такого пренебрежительного отношения к Его жертве. Она должна быть оценена. Ведь Бог все так подробно, так открыто, так доступно нам все это изложил в Слове Своем. Мы об этом говорим очень часто, но часто оно переходит в, знаете, такую формальность даже. Я бы сказала, такое словосочетание христианскую формальность. Мы говорим, Бог нас любит, Бог нас спасает, еще так. А что мы вкладываем в это понятие? Оцениваем ли мы каждую деталь плана спасения настолько, чтобы это меняло нас? Давайте мы примем решение, друзья. я серьезно призываю вас к этому. Давайте мы перестанем следить за собой и за другими. Что я имею в виду? Часто мы вот так настолько копаемся в себе, хороший или не хорош. Достаточно ли у меня там уже заслуг или недостаточно? Что у меня там хорошего, что плохого? Что мне угрожает, что не угрожает? Это взгляд внутрь себя. Это страдание, потому что мы грешные. И чем больше мы будем углубляться в себя, тем больше мы будем разочаровываться. Да, нам нужно понимать свои слабые и сильные стороны, но нужно научиться делать это объективно, так как Бог это делает. давайте мы перестанем наблюдать за кем-то другим, следить, а лучше он мне или хуже, и радоваться где-то там внутри, внутри, потому что эгоизм наш диктует это, а я все-таки лучше его, я так бы не сказал бы, я так бы не сделал. Понимаете, это все мелочность. Давайте мы сконцентрируем свой взгляд на кресте. Давайте мы будем размышлять об Иисусе, о Его жертве, потому что все наши проблемы решены им, нами они не могут быть решены, потому что ну как грешник может спасти грешника, сам себя, грешный, себя же грешным, это невозможно, тем более кого-то другого. А что толку тогда осуждать либо себя, либо кого? нужно что-то делать, нужно предпринимать что-то. Единственный выход это Иисус. На нем нужно сосредоточиться. Тема, которую я предложила для вашего внимания, она уже несколько раз я поднимала эту тему, что произошло на кресте. Кто-то, может быть, уже помнит некоторые мысли из этой проповеди. это тема, которая будет актуальна всю вечность, потому что Иисус центр Божьего плана спасения. А план спасения, он исходит из сердца Бога, из Божьей любви. Бог когда-то даровал нам жизнь. Он вдохнул в нашего праотца свое дыхание. Мы связаны с Ним дыханием жизни. Он Иисус является нашим спасителем, потому что мы потеряли эту вечную жизнь. Возмездие за грех смерть, но Иисус заплатил за нас, выкупил нас. Никакими деньгами, никакими богатствами всей Вселенной невозможно заплатить за жизнь. Но жизнь Бога стоит этого. Вот почему была заплачена именно такая цена. Цена жизни Бога. Вот сколько мы стоим. Вот такие мы дорогие. Каждый из нас. И добрые, и злые, и хорошие, и плохие. Вот столько стоит человек. Эта тема более интересна, более актуальна. дьявол боится этой темы. Потому что если мы только начнем размышлять, мы очень многое поймем. И очень многое изменится в нашей жизни. И то благочестие, которое мы так хотим, потому что мы, как христиане, тоже имеем цель стать лучше, мы много говорим о характере, о служении. как только это произойдет, с нами будут настоящие перемены. И служение тогда будет не в тягость, а в радость. Не со страху, а из любви. Потому что будет истинная оценка. Почему я подняла эту тему, друзья, сегодня? я понимаю, может быть, так, на поверхности лежащие вопросы, которые, ну, говорят сами за себя. Мы сегодня ищем удовлетворение каких-то своих жизненных потребностей, может быть, физических, материальных, там, я не знаю, признания в обществе. Их много есть у человека. Мы сегодня очень легко входим в суету этого мира, соглашаемся с условиями этого мира. Мы принимаем на себя какой-то вид благочестия, радуемся каким-то, может быть, очень маленьким радостям в жизни. Но есть вещи, которые не оценены нами достаточно. хотя бы тот вопрос, как мы относимся к своему служению. Как легко мы можем из-за суеты предать его, бросить его, поменять на что-то. А ведь Бог нуждается в нас. Когда-то Он нас привел на это место, когда-то Он выразил нам свое доверие, но как легко мы можем предать это? давайте задумаемся над этими вопросами. Я не хочу, чтобы оно на грустной нотке заканчивалось, потому что у нас есть будущность, у нас есть надежда, у нас есть истинная радость от той близости с нашим Господом, который никогда не предает, никогда не разменивается на что-то другое, который дарует нам самое ценное свою жизнь ради нас, чтобы мы жили вечно. А нам нужно пройти этот путь, нам нужно терпеливо совершить этот труд, труд нашей жизни, труд веры, труд любви и сохранить терпение и упование. И тогда мы будем спасенными. путь, тихо, и